Скажем славу нашему Богу за Его милость, за Его любовь, за то, что наш Бог, Он есть Бог всемогущий, Он есть тот Бог, который дает нам эту возможность сегодня быть на этом месте. Он есть тот Бог, который нам дает все те блага, которые, может, мы часто не замечаем. Он есть тот Бог, который даровал нам спасение и который сегодня каждому из нас помогает на этом пути. Друзья дорогие, красота большая в том, что Бог, придя на эту землю, даровал нам спасение, проявил свою драгоценную кровь. Он, уйдя на небо, сказал, не оставлю я вас сиротами. Слава нашему Богу, друзья. Наш Бог, Он не оставил нас. И по этом земном пути Он нас ведет. И по этом земном пути Он нас сопровождает. И правильнее сказать, Он идет впереди нас. Он нас ведет за руку. Главное нам держаться Его. Главное нам не отпускать нашего Бога. Главное нам держаться в Его присутствии и Его Слово. Друзья дорогие, да благословит нас Бог. Да поможет Он нам, чтобы в жизни своей мы всегда уповали на Него. Чтобы в жизни своей мы никогда не смотрели по сторонам. Мы во свете, а мир во тьме. Друзья дорогие, нет нужды нам сегодня туда идти за помощью. Нет нужды нам сегодня туда обращаться, чтобы получать радость. Нет нужды нам сегодня туда стремиться, чтобы иметь какое-то удовольствие в жизни. У нас есть Бог. У нас есть Тот, Который отдал свою жизнь за нас. У нас есть Тот, Который даровал нам радость и мир. У нас есть Тот, Который даровал нам счастье и покой. У нас есть Бог. Слава Ему, друзья дорогие. И сегодня я хотел, чтобы каждый из нас взвесил сегодня. И действительно еще раз помыслил о том, насколько много мы имеем в нашем Боге. Насколько много даровал нам наш Господь. Насколько много Господь нам еще хочет дать. Слава Ему. Насколько много Господь еще нам обещает. И насколько много благословений Он оставил еще на страницах Священного Писания. Пусть будет наш Господь прославлен в нашей жизни и в наших сердцах. Друзья дорогие, нас Слово Божье учат, чтобы мы искали пользы другого. Нас Слово Божье учат, чтобы мы как семья, чтобы мы как тело Христово помогали друг другу. Жили дружно друг с другом. Друзья дорогие, нас Слово Божье учат, потому что мы тело во Христе Иисусе. Чтобы мы заботились друг о друге. Друзья дорогие, я сегодня рад сказать, что я благодарен Богу за то, что я нахожусь в семье церковной. Я благодарен сегодня, что Бог вас сегодня здесь собрал, и вы друг другу помогаете, друг о друге заботитесь. Сегодня сидят братья, как доказательство того, что вы заботитесь, друзья. Да благословит нас Бог. Я сегодня хочу говорить о том, что наша жизнь, она вся должна быть отдана Иисусу Христу. Матфея, 16 глава, 24 стих. Матфея, 16 глава, 24 стих, написанные слова. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп дашь человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими. И тогда воздаст каждому по делам его истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною, услышав слово сие. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим истинно, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Иисус, услышав это, ученики весьма изумились и сказали, так кто может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно, Богу же все возможно, слава нашему Господу. Человекам это невозможно, Богу же все возможно, и многие из нас являются свидетельствами этого. Многие из нас являются свидетелями того, что своими силами мы бы не были на этом месте, своими стараниями у нас бы ничего не получилось. Но Бог сказал, человекам невозможно, а Богу возможно слава. Ему, друзья дорогие, то, что человекам не под силу, Господь вступается. То, что человек не может сделать, Господь вступается, и Бог говорит. Мы читаем Крымлина, 12 глава, написаны такие слова. «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая и угодная и совершенная». Друзья, мне хочется сказать, что это также невозможно просто стараниями человеческими. Это также невозможно просто своим усилием. И мы читали о том, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою. Поэтому ради меня в другом месте написано, вроде и Евангелие, тот обретет ее. Друзья дорогие, я знаю и понимаю, что в своей жизни я не способен свою жизнь сложить так, чтобы она была устроена. Я не способен своим разумом правильно все сделать, чтобы в моей жизни было счастье и благословение. А я знаю, Бог может, потому что Он сказал мои мысли, не ваши мысли, мои пути, не ваши пути. Друзья дорогие, если я не могу знать даже, что будет в следующую минуту, Бог знает, что будет завтра, Бог знает, что будет через год, и Он знает, как меня вести. Он знает, как сегодня определить мой путь. Он знает сегодня, куда меня вести, куда меня послать, и что сделать в моей жизни. Друзья дорогие, для чего нам сегодня надеяться на себя? Для чего нам сегодня надеяться на свои, можно сказать, планы? На все, что мы сегодня решаем в жизни своей? И мы думаем, что мы так легко все устроим. Мы думаем, что у нас легко так все получится. Порою мы бываем, может быть, самонадеянные, друзья, дорогие. А Бог сегодня говорит, отдайся мне. А Бог сегодня говорит, если не отвернешь себя, ты жизнь свою потеряешь. Если ты не отвернешь себя, твоя жизнь, она не будет устроена. Даже и в этой жизни, друзья, дорогие. Я знаю и понимаю, что если моя жизнь, она не была в Боге, я бы точно, наверное, не был на этом месте. Не знаю ли я вообще, где бы я был. Но я однажды сказал, Господи, я отдаюсь от Тебя, друзья, дорогие. И, может быть, я это говорил много раз. И, может быть, если мы сегодня приходим и много раз в своих молитвах говорим, Господи, все, я отдаюсь от Тебя. Господи, все, я не хочу больше жить для себя. Но, друзья, дорогие, как важно сделать этот шаг. Как важно в жизни своей, может быть, сделать это первое решение. Когда мы скажем, Боже, я отдаюсь от Тебя. Когда мы не только на словах, а на деле отдадимся Господу. и исполняем волю Божью. Когда мы согласимся с тем, что нам нужно преображаться в образ Иисуса Христа и познавать волю Господнюю, познавать ту волю, которую Бог хочет для моей жизни, не то, может быть, о чем я мечтаю. Может быть, не то, что я хочу. Может быть, не то, что я себе придумал в своем разуме. Я выучусь, я буду тем, тем, я буду каким-то человеком в этом мире. Конечно, я буду христианином, но, друзья, дорогие, а что, если Бог имеет какой-то другой план для тебя? А что, если Бог, Он что-то другое замыслил для тебя? А что, если Его планы и Его намерения, какие во благо, Он говорит, какие во благо нам? Они не таковы, какие ты себе представил, друзья. Я сегодня хочу нам сказать, что, может быть, хоть и мы ходим в церковь, мы не всегда, к сожалению, полностью доверяемся Богу. Мы не всегда, к сожалению, отдаемся полностью в руки Бога. И мы, бываем, хочем жизнь устроить сами. Мы, бываем, хочем в жизни своей построить свои планы. А Бог говорит, ибо я знаю намерения, которые я имею от тебя. Ибо я знаю намерения, которые тебе во благо. И дать тебе будущность, друзья, дорогие. Знаете, мне очень нравится факт того, что Бог, Он не только удовлетворяет свою волю, и Господь через нас не только удовлетворяет свою волю, но Он говорит намерения во благо тебе. Он говорит, эти намерения, которые я имею от тебя, они не только для того, чтобы мое имя прославлялось, они не только для того, чтобы мое имя славилось, но, друзья, дорогие, в этом же, в этом же прославлении имени Божьего, Он говорит, это тебе во благо, это тебе во благословение. И Он говорит, если не так, если ты не отдаешься мне, то ты жизнь свою потеряешь. Теряешь твоя жизнь, она, не дай Бог, может где-то очутиться там. А твоя жизнь, может быть, где-то поведет тебя, никуда бы ты хотел. Друзья дорогие, я знаю и понимаю, что Бог есть любящий Бог. И я знаю и я понимаю, что я, человек, нуждаюсь в милости Божьей. Каждый день, каждое мгновение мне милость Божья нужна. И я, как человек, я всегда нуждаюсь в руководстве Божьем. Потому что если б не Бог, потому что если б не Бог, то я не знаю, куда бы я сам себя завел. Я бы не знаю сегодня, где бы я был, но по милости Божьей и по руководству Господню, и по руководству Духа Святого. Мы сегодня собраны на этом месте, друзья. Не считайте, что вы себя сюда привели сами. Просто так вам захотелось, и вы себя взяли руки и сюда привели. Великая милость Божья, что Он нашел каждого из нас. Великая милость Божья, что Он умер за нас на хресте Голговском. Кровь Иисуса Христа совершила огромное действие в нас. Кровь Иисуса Христа совершила что-то большое в этом мире, друзья, дорогие. Потому что она имеет силу омывать грех. Аминь, Каравалавда. Она имеет силу омывать тот грех, которому мы когда-то были, друзья, дорогие. Слава нашему Господу. Я бы хотел тот Бог, который нас спас. Я бы хотел тот Бог, который сделал так много в жизни нашей, чтобы мы жизнь свою не отворачивали от Него. Но чтобы мы жизнь свою сказали, Господи, Ты меня спас. Господи, Ты сделал так много для меня. А дай мне все свои желания и старания обращать к Тебе. Дай мне все свои желания и старания обращать к тому, чтобы познавать Тебя, чтобы исполнять волю Твою, как мечтали крымлянам, чтобы познавать волю Божью. Друзья дорогие, чтобы жизнь наша, она и нам была в благословение и для окружающих нас. Поверьте мне, мы ничего не дадим окружающим нас, если мы не получим это от Бога. И об этом сегодня уже говорилось, когда Петр сказал то, что имею, даю тебе. Петр, что у тебя было? Что ты такое дал особое, чего, может, другие люди не имели, которые проходили вот возле этих ворот, вот возле этого хромого? А он дальше говорит имя Его. Укрепилось Его, друзья дорогие, имя Иисуса Христа. И Петр говорит, почему вы смотрите на меня? Не смотрите на меня, не своей силой сделано это, но силой Иисуса Христа, друзья дорогие, да поможет нам Бог, да благословит нас Бог, чтобы мы, как апостолы, написано в час молитвы девятой, они ишли в храм, чтобы мы пребывали в Боге, чтобы у нас было то, что нужно, чтобы дать этому миру, чтобы мы были в состоянии помочь ближнему, друзья дорогие, чтобы мы были те, которым идут люди, чтобы мы были те, которым идут люди за помощью, друзья. А для этого нам нужно, чтобы наша жизнь, она не была такая, как жизнь этого мира. Если наша жизнь, она будет похожа на этот мир, у нас ничего особого не будет. Если наша жизнь, она будет похожа, как люди живут в этом мире, у ней особого не будет христианин, который живет верою, является христианином. А христианин, который не живет верою, друзья дорогие, как он живет? Я не знаю, друзья, я знаю, что это может быть немножко, не всегда у нас получается, полностью отдаться в руки Бога. Но когда Бог сказал Иисус Христос Петру, иди, Он встал и пошел по воде. Он не сомневался, что это говорил Иисус Христос. Друзья, нам первое нужно знать, Меня посылает Бог. Второе, нам нужно поверить, что если Бог сказал, Он не подставит Господь, Он, если сказал, Он проведен. Но благословит нас Бог. Мы склоним колени, помолимся. Иисус Христос Петру